Ю-ху! Всем привет! С вами... А, всё, понял. С вами Енот, с вами... Neverwinter Night. Странно, вроде всё было. И мы продолжаем шарить этот дом. А, ну чё, уже всё зашарили? То есть мне в ламы было только дочитать и бежать обратно. Выход тут. Понятно. Ну давайте посмотрим, что тут есть. Рассказы, рассказы, рассказы. Так замечательно, леди побережья мечей. Северное побережье мечей, родина одних из самых примечательных личностей в королевстве. Многие завоевали славу деяниями великой доблести, а другие известны глубиной своего падения и порока. Правление Neverwinter попадает в первую группу. Лорд Нашер, Алгондар, Леди Арибет, бла-бла-бла. И прочие всякие чуваки прославились своей добротой и мудростью. И каждый из этих героев почитает безопасность Neverwinter'а своим священным долгом. Много читает, ну ладно. Что касается более мрачной стороны, то пятеро высоких вождей Лускана, один из самых жестоких и безжалостных воинов в регионе, высокие вожди Таэрл, Барам и бла-бла-бла, сами по себе коварные бойцы. Но вместе их... А может именно надо запоминать, да? Ну ладно, разберемся. Но вместе их злая воля дополняет беспощадной эффективностью. Самое могущественное и устойчивое заклинание на побережье мечей это члены братства заклинателей. Блин, это просто имена. Кто, кому, кто это скучно. И здесь побережье. Блин, ну книжки здесь, знаете, я вот столько смотрю, они здесь не настолько интересные. Приключения Гурида Ричарда. Может, ну их? Вершитель Рока, что это? Нет, давайте я здесь не буду. Я не знаю, я думал, что здесь книжки будут более интересные. Я просто ленивое животное. Да. Не знаю, мне кажется... Только если квестовать что-то читать. Они здесь никак не помечаются читать. Та, ли, не читать. Ты кто? Приветствую вас. По какому праву ты врываешься в мой дом? Это Офала тебе надумило? Я требую ответа. Так, вы не от меня узнали... А, вы не от меня узнали про Офалу. Ах, а кто же еще мог вас на это подбить? Что ж, если ей нужен этот портрет, пусть присылает тех, кто в состоянии побороться за него. Ну, угомонись. Э, ну, не надо. Не нужно так разговаривать. Я не собираюсь угрожать вам. Я лишь хотел призвать вас к порядку. А? Да. Да, Офала знала, что делает. Мощного воина прислала. Берите, что хотите. Я уже не тот боец, что раньше. Лучше бы вам это помнить, коружи. Правильно, атака поступает. Никто не пострадает. Вдыхает. Но то, что... Не то, что в былые времена. Только не трогайте меня. Ага. 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 Вы хоть одно откройте. Ага. Да господи, я думал ты открыл. Иди-то открывай пока. У-у-у. Это, наверное, сюда кину. Копье плюс один. А вот это уже другой вопрос. У-у-у. У-у-у-у. Все. Так, а что за копье? Что оно мне даст? Это такая Офала. Так. Это копье увеличит возможность поражения и ирон. Но на нем не стоит никакого климомастера. Другие. Бонус улучшение плюс один. Я не знаю. Давайте пока с копьем туда побегаю. Почему он не может скинуть оружие сюда? Вся, уходим. В принципе, мне здесь делать ничего больше. Офала, фала, фала. Беги, беги, капец, он тормозит. Сундук прочный. До сих пор ломает. Офала. Ну кто-то мне говорил подойти и выпросить у него деньги. О. Кто там настрял? Том Оскар. Да, чтоб тебя, Том. Смотрите, какие красивые здесь статуи. Какие тени. Сразу отражаются в трех местах. Сейчас скажут, а не можем уйти без одного. Так, Офала, Офала, Офала. Кто такая фала? Нет, это... Формоса. Так вы вернулись? Есть у вас новость? Я работаю над этим. Откуда надо было вернуться? А, с севера такой. Кто такая фала? А, портрет для Офалы. И луна для Офала. Не знаю, кто Офала, но я ее найду, думаю. Пока будем изучать, смотреть и так далее. По идее, если бы я был слабее, он мог сказать, иди лесом и убить меня. Он, по-моему, очень хороший фехтовальщик. Сколько у меня денег? Семьсот. По идее, это еще мало. Милли, а ты что, кто такая? Добрый день. Ну что такое, мальчик? Давай-ка побыстрее. Не целый же день я тут буду прохлаждаться. Кхм. Кто ты? Большинство местных богачей в округе называют меня просто леди-уборщицей. Хотя это не всегда так было. В свое время у меня было хорошее имя, как раз в пору для моей внешности. Город платил мне кое-что, чтобы в этом район... Чтобы этот район был в чистоте. Вполне достаточно платили. Да. Да, я еще и стирку беру у соседей. Так вы побывали во всех домах в районе? Не, во всех, конечно, мальчик глупыш. Но, в общем, их тут столько, что и разницы никакой нет. А что... А есть особняки, в которые вы не ходили? Да, ну вас, ясное дело, вы не видели, как я ходила в особняк Мелданелла и брала там белье в стирку. Ну уж нет, только не это. Знаете ли, было время. Ах, только не надо бы мне о таких вещах рассказывать. Я уже старая леди-мальчик. Я теперь лучше... А теперь лучше дайте мне поработать спокойно. Попробую убедить. Продолжать. Что вы собирались сказать? Ох, это было давным-давно, мальчик, когда я была хорошенькой девушкой. Мелданелл был молодой аристократ и такой красавец. Его папаша, покойся, его душа с миром, меня не одобрял. Так молодой мелдамен меня тайком в дом проводил. Да уж, было дело. Но это было задолго до того, как Мелданелл стал волшебником и все такое. И больше не нужна бедная старая женщина. Так что все это осталось в прошлом. Но если он пробрался туда, может быть, этот вход существует до сих пор? Да, вот это точно. Мелданелл сделал магическую дверь, ведущую из моего собственного дома в его поместье. В полночь она, понимаете, открывалась. Теперь я эту дверь заперла и ширмой заставила. Не знаю, открывается ли она еще или нет. Я надеюсь, что мелдамен про меня забудет. Если хотите воспользоваться этой дверью, так мой дом на севере района. Вот мой ключ. Держите, только смотрите, чтобы беспорядка не было. Поверьте, у меня там нет ничего, что стоит украсть. Но вы выглядите как стражник. Ага, волками, вором и так далее. Так что я не думаю, что есть повод для беспокойства. Открывайте этим ключом и уходите. Благодарю вас. Примите, пожалуйста, в дар эти 10 золотых монет. Спасибо, господин. Такая куча денег для старой женщины, вроде меня. Ну, очень любезно. Забавно. И на севере есть ее дом. А, вот еще дом. Живет, тут палить надо все углы заколоть. Нет, это невозможно! Сейчас ты умрешь! В смысле? Атакуете? Вы не можете ранить вашу цель тем же оружием, которое сейчас будет. Промах? Волк, ты издеваешься? Сускорить можно как-нибудь беременность? Скоро ее жизни. Будь пока играется, я пойду поставить, что еще есть. Вдруг разломает. Ого, вино. А что он дает? Как темно-красное, так и бело-желтое вино делается из отжатого виноградного сока, насыщенного терментами и выдержкой. Эй, чё тебе надо, Томми? По факту-то ничего. Как они долго ломаются. Те, зачем это, кстати, дверью? Походу, пробить они не смогли. Возможно, когда-нибудь мне это пригодится. Это что такое? Зоопарк. Нет, это невозможно! Монтгомери, точный выстрел. Верзон приветствует вас в зверином логове. Поглядите на этих тварей, всего за один золотой. Я за получу один золотой. Проходите. Ну, давай поглядим. Что ж. И кого ты мне хочешь впарить? Нет, это невозможно! То есть, это реально просто запарк? Нет, это невозможно! Волк. Хорошо. Салли, ты кто? Привет! Лев. Да? Пожалуйста, побыстрее! Уйдите, не видите, я провожу время со своей семьёй. Смотрите, ему прямо в глаза мальчик. Смотри, ему прямо в глаза мальчик, не бойся. Ну, ладно. Дерзкий такой. Тут пантера. Медведь. Нет, это невозможно! О, приветствую. Прекрасная коллекция. Напоминает мне о днях, проведённых с Адаром и Сизом. Мы охотились на самых больших и страшных. Ээээ... А на что же мы охотились? Кабаны? Вот кто это был. Мерзкие создания. Да, вот. Это было время. Стой, не убегай, я с тобой не поговорил. Ах, а эти зверей, похоже, плохо кормят. Чё там таких охотится? Не то, что раньше. Раньше они бы не посмели сажать животных в клетки. Звери напуганы. Им страшно. Разве это честь сражаться с ними? Могу сказать просто? Да. Сэр, вы не то, что были раньше. Совсем нет. Эй, ты меня слышишь? Кашляет раньше, всё было по-другому. Совсем по-другому. Сердечно приветствую вас. Мне бы не хотелось приходить сюда так часто, но с тех пор, как началась эпидемия, Белям не может быть мальчиком, брать мальчиков на охоту. Я не то, что бы против. Ведь там проливается столько крови. Мне хотелось бы задать пару вопросов. Кто такой Белям? Белям мой муж. Почему ты не прочитаешь всё это? А, блин, надо прочитать. Стойте, что-то интересно я вышел. Походу надо едать читать. Так, ладно. О, пожалуйста. Кто такой Белям? О, пожалуйста, нет. У меня настроения разговаривать нет. Хватит того, что я здесь. Но Белям настаивает на том, чтобы сюда приходили дети. Кто такой Белям? Белям мой муж. Потому что он никак не может привыкнуть к чуме. Наверное, он чувствует себя беспомощным. Не хочет, чтобы дети чувствовали то же самое. Он хочет только добра. То я сомневаюсь в его методах. Меня это место не очень интересует. Если тебе не нравится это место, почему ты не прекратишь сюда заходить? Я не знаю. Понимаешь ли? Я... Понимаешь ли ты, кто я? Я не обладаю такой властью. Многим людям зоопарк нравится. Многие будут против его закрытия. Друид. Ниатар. Предпринимал попытки что-то изменить. Но теперь, когда всеобщее внимание приковано к чуме, наверное, животных всем... Животные всем безразличны. Друид. Центральная площадь. Я прослежу за тем, чтобы это место закрылось. Неужели? Меня не сильно это... ...опечалит. Но я не буду... ...принимать в этом никакого участия. У меня и так полоза. Желаю всего хорошего. Сначала еще появился квест закрыть зоопарк, да? Пока нет. Ну ладно, будем разбираться, какой квест, куда можно деть. Тут, походу, еще с кем-то говорить-то можно. Все-таки расспрашивать, узнать доп всякие квесты, возможности и так далее. Скоро у меня будет новый уровень. Если я кого-то еще поубиваю... Бля. Так. Могу я задать вам вопросы? Ни в коем случае. Я не трачу свое время на охотников или других. Другой подобный сброд. Иди, охраняй какую-нибудь девицу. Здесь в твоих услугах не нуждаться. Да я вижу, слишком много дел. Надо пугать животных и детей. Что я слышу? Послушай, мальчик. Я занимаюсь важными делами. Я не собираюсь услышать подобное искрабление от таких, как ты. Узарение. Мне кажется, ты боишься чумы. По крайней мере, здесь тебе, что у тебя все под контролем. Так, давайте я это попробую. Вот это заявление. Откуда же оно взялось в твоем голове, а? Только что придумал? Или, может быть, оно у тебя давно ждет подходящего случая? Да ты еще хуже, чем этот идиот-друид-неотар со своими возвышенными речами. Ничего не смыслишь ни в коммерции, ни в традициях. Меня тошнит от этого благорастворения. Проходи мимо, оставь меня в покое. Мне ни к чему эти твои проповеди. Ни сейчас, ни в таком время, как сейчас. То есть, после чумы я могу сюда прийти и закрыть этот зоопарк. Понятно. Но нужно сначала вылечить чему-то. А чтобы это сделать, нужно собрать всех животных. А после запомнить, что мне надо сюда прийти. Вроде просто. А запомню я это или нет? Это тоже другой вопрос. О, ключ Милли. Квестовая это или не квестовая, мне это интересно. Она сказала, у нее воровать нечего. Тем не менее, она хранит стрелы. Деньги. И еще деньги. Звери, вы такие бесполезные. Офига я, у нее ширма. То есть, наверное, это один сходов. Че у вас тут все закрыто-то? Копейки лежат. Ключ мне надала над западным крылом. Круто. Вот это мне всегда нравилось. Сидеть, колотить. А че так больно-то? Так. Давайте сделаем так. Первым делом мы отдохнем. Вторым делом призовем кабанчика. Этим делом сохраним. Чтоб я мог дальше спокойно ЖИ использовать. И там какие-то опасные звери, слушайте. И давайте открывайте заново. Ага. Так, все готово. Спасибо. Так, господи, че вы разносите-то все? Э, чудин! Тебе говорим ЖИ. И пошли разбираться. Я бью тебя. А пану, как у ближайшего? Сейчас, секунду. Увлечение где тут? Давайте благословение дам. Он меня запарил. Все, нормально. Ой, Юрий! Блин, аптечки прям только так уходят. Так. Ладненько. Я, пожалуй, тебя исцелю. Эээ, что это такое? Это оболочка пуганного жука. Тут оружие, тут ничего. Могут дать ему оружие? Монах, мошенник или волшебник? Идеи тут надо делать мультиклассы. Скоро надо будет возвращаться, продавать. Не знаю, что это и для чего, но я это про там. Ну, и заодно прокачаюсь. Потому что, как видите, у меня уровень. Буду друидом. Че он дает? Пока чисто друид. Что он увеличил? Мудрость, но увеличил. Блин, там для друида мудрость что-то нужна. Типа сопровождение заклинания. Это хорошо. Здесь стандарт. То есть мы убеждение качаем. Это нам нужно. Сочувствие с животным. Я еще пока не научился пользоваться. Парирование. Возможно, пригодится исцеление. Это да. Вот. Волк. Мы его прокачаем. И он получит минус четыре интеллекта. И значит, и значит. Давайте свирепый волк. Хотя надо было медведя качать. Ну да ладно. Так, и наверное у нас книга заклинания должна быть. Новая. Да. Везде добавилось по уровню. Второй уровень. Угу. Че это такое? Так. Снимать все магические и необычные, которые налагаются, штраф. Нет. Кривовое безумие. Заклинать и становится одержим яростью. Получает волос к силе и конституции. Способился к силовой, при этом штраф. Давайте это сдадим. Вдруг спасет меня когда-нибудь. Тут что нам нужно? Надо от этим научиться пользоваться. Увеличивать силу животного. Наверное, которого призвали, наверное. А тут что у нас? У нас есть. Ага. Оуу. Я могу взять два исцеления. Интересно. Будет как два исцеления работать или нет? Давайте проверим просто. Если как два исцеления, то это хорошо. Ладно. Ничего нету? Стой. Коридор. Туда что у нас? Ага. Ломайте. Тоже куда-то путь. Так. Ну ладно. Давайте начнем. Я не знаю. Слева. Как раз-то западное крыло. Открывай. Быстрее, они бегут. Так. Все готово. О, это полезное что-то. Пусть ломает. Так, дневник. Эта книга полная данных и записей журнала о волшебниках Мелданела. Большинство записей короткие и точные комментарии к различным магическим экспериментам. А также описание существ, которых он приобретал для исследований. Однако, совсем недавно его записи стали немного более интересными. Отрывок. Боги улыбнулись мне. Я кое-что слышал о созданиях, которые привезли в город из Уотер-Дипа. Но мне казалось, мои шансы заполучить их были минимальными. Но, о чудо, я неожиданно нашел друида. Из тех самых существ, которая бродила по улицам города. Потерянная и напуганная после боя в Академии. Она с радостью согласилась пойти за мной. И сейчас она сидит у меня в клетке, пока я еще не решил, что с ней делать. Опа. Первое существо. Отрывок. Следующий день. Я решил провести эксперимент с этим друидом и самостоятельно найти лекарство от чумы. Только подумать о том золоте, которое аристократы этого города в панике будут готовы заплатить за лекарство. Ух, спасибо. Жаль. Жаль только, что друиду придется убить. Она мила, хотя и не человек. Отрывок. Несколько дней спустя. Не могу перестать думать о друиде. Постоянно преследует меня в мыслях. Сегодня я попытался взять у нее кровь для эксперимента. И понял, что не могу причинять ей даже такую незначительную боль. Она заколдовала меня? Или меня просто притягивает такая красота? Я не могу ясно думать. Она все еще вздрагивает при каждом моем прикосновении. Я должен завоевать ее доверие. Я должен. И я не выпущу ее из клетки, пока она не почувствует то же самое, что и я. Понятно. Здесь друид. Рожи. Я думал, бой будет посложнее. Не надо каким-то макаром прокачать. Стрельбу. Просто по фану бегать, пока эти сражаются. Всех убивать. Я могу кидаться пока вещами дальние. У меня, наверное, урона к этому нет. Арбалет могут использовать кто? Необходимы навыки простые. Монах, мошенник или волшебник. Надо подумать. Г. Тут тоже жуки. Привет, жук. Тряпки. Я даже не напрягался. Почему кольца не стакаются, да? Скоро в город все продавать. Потом смотреть, что можно купить. Не знаю, сколько я заработаю, но почему бы нет. А то же самое все. Деньги, опыт, прочая всякая лажа. Так. Дрид у нее, у него. Что он с ним делает, никому неизвестно. Уж он больной извращенец. Давай, сюда бей. Они тебе не страшны, бей его. Сейчас посмотрим. Кончается место. Кончается. У-у-у, сколько всего. Нет, вернись. А что, замошка? Записка от Ходжи. Все это, наверное, нужно. Я еще пока не понял, что это от Ходжи. Ключ от западного крыла. Господи, у меня столько хлама. Вы должны представить. Выход. Эй, эй, ты. Тебе твоя надо идентифе дадите отцифровать. Транс-встреча. Дадите. Да. Ты кто есть? Хозяин сказал, ему нельзя мешать. Ты не особо умен для стражника, верно? Хозяин говорит, он пустил он пустит стражника в дом, если стражника стражника нелюбопытный. Громила нелюбопытный. Громила пускает только друзей. Хозяин, ты кто? Я дружу с хозяином, хочу с ним повидаться. Ну ладно, Громила откроет тебе дверь. Иди, повидайся с ним. Так просто. Ёж твой за ногу. Походу, я могу зайти с той стороны, а могу зайти с этой. Фия! Эй, Дио! Это слишком просто. Все. Сейчас отправимся в город. Заодно зайдем к друиду, узнаем, что он там хотел. Вроде рядом был. Пока я помню. Потому что я захламлен, и пора возвращаться. Заодно проверим, сколько можно из этого выручить. Первым делом Арибит. Она за махром отвечает. Пожеловать. У вас есть новости о про... Вот, спасибо. Разумеется. Я постараюсь дать вам прощать. Нет, торговать хотел. Пожеловать. Первым делом, что тебе продать-то? Давай продадим вот эти штучки. Сколько они стоят? Одну монетку. Серьезно? Пожеловать. А как их продать? Вот никак. Да, я думал, повыгоднее будет продавать вот это. Одна монета. Походу, эти жуки вообще бесполезны. Так, пойдем сверху. Это я не знаю, это вот давай опознаем. Так, и кому это нужно? Жезл. Принут магический Жезл. Жезл нельзя поменять. После солнцезонаряжения можно поместить в один из своих слотов быстрого доступа. Призывание существ разное использование. 222. Призывать существо второго уровня. Да, я сам буду себе. призывальщик тяга, мне это надо. Опознать. Конституция. Концентрация плюс 3. Такая же. Прощай. Парирование плюс 3. Вот что дает концентрацию, мне объясните. парирование не есть, а концентрация я не знаю. Что дороже? 48. 48. Они одинаково стоят. Я не помню, что значит концентрация. Где это посмотреть? Господи, вы че? Вот это продадим, этим я все равно не пользуюсь. Вот и волшебнику нужно еще кому-то. извиня, не знаю. Парирование у меня есть, а концентрация я не знаю, ничего. Тепо, стретья тоже не знаю, инвентарь. Должно быть здесь. А вот, концентрация, на че он отвечает? Собака, никак не посмотришь. Мне нужна мудрость, концентрация мне как-то барбета. Концентрация плюс 3, концентрация 13. Одеваю, 16 не становится. Давайте парирование возьмем, как-нибудь пригодится. Хорошо, здесь продавлю, а вот это можно пихнуть и этим, все равно не пользуюсь. Мой запас золота. Все равно мне дарр мне нужен, но пока не знаю, пусть будет, потом продам. Почему здесь нет клавиш и быстрые продажи? продадим вот это, вот это и вот это. Арбалет бы пока не хотелось, но я думаю, мы еще найдем. Все! Так что мне нам нужно? Мне нужен пояс. 3000. Чего? 10 тысяч? Чего? Шлем с рогами, что он дает? Концентрация плюс 1. Все, дает концентрацию просто. Какой мне больше нравится? Давайте я этот возьмем. Вот. Можно взять еще, поймая плащ и ботинки. Ботинки капец тоже дорогие. Вы че? Есть хоть что-нибудь дешевое! Вы издеваетесь, нет? Попец, кричи. Все, пошли к другим. Зайдем, если он нам не поможет, пойдем, брас. На что концентрация влияет, я уже не помню. Где-то, наверное, можно прочитать, но я тоже не знаю. Друид был где, слева вот у дерева. Здравствуйте снова. Природа приветствует вас. Надеюсь, вы провели день лучше, чем эти бедные создания в зоопарке. Ну да. Какие же вот... Может, вам нужна помощь? Вы же брат-друид, не так ли? Я не могу ошибаться. Мы родственники. В глазах Матери-Земли вы все поймете. Многие люди страдают от чумы, но животные тоже терпят муки. Они томятся в клетках в загоне квартала Черного озера. Там находится Невервинский зоопарк. Им управляет охотник и его благородное оружие. грязно, это безжалостно, это непростительно. С животными плохо обращаются. Он не может быть новым. не во время чумы. Он не новый. Я делал все, чтобы его закрыли. Но теперь всех забоет только чума. Представители власти, с которыми я говорил, умерли от нее. Это лишь дает зоопарку отсрочку. Они знают, что закон настроен против них, но теперь у них будет время скрыть свои грязные дела. Я боюсь, что животных просто убьют и расширят, и растащат на трофей. Всем существам нужно милосердие. Медведь, пантера, волк, лев. Их надо особо спасти. Я помогу вам освободить зоопарк. Это я и надеялся от вас слышать. Возьмите несколько вещей, они вам пригодятся. Я долго думал, что может понадобиться. Копия ключей от зверинца. Этот ключ поможет пройти в зоопарк. Мой зверек-помощник нашел его и сделал копии. Вас может остановить стража, но не дверь. Этот свиток перехода через растение. Используйте его на большом дереве у зоопарка. И все животные, которые вы приведете туда, окажутся здесь. Пожалуйста, поговорите с животными. Я знаю, что вы можете. Отведите их на свободу к большому дереву, пока они еще живы. Их незачем держать в плену. Жесть, поговорить животными. Точно, я же друид. Классно, вот и поговорим. А что такое? Не знаю, что он говорит. Этот явно магический резервуар наполнен мутной веской жидкости. От него исходит звенящая дрожь невероятной силы. Само такое присутствие рядом с ним наполняет чувством божественной воли. На стене резервуара выиграна надпись, объясняющая его предназначение. Освещенный сущностью самого тира бессмертного, этот резервуар праведной силы восстанавливает любую ценную вещь, утраченную утерянную слугой Бога правосудия. Небольшое пожертвование во славу священной мощи тира будет принято с благодарностью. Секунду. Давайте стольники не посмотрим. Это нельзя, но можно кинуть что-то такое. То есть я вот кинул зелье и мне дали 6 минут. Это странно. То есть наверное что-то можно пихнуть. Надо пошли сюда. Вот. Ну и сейчас здесь огненных жуков можно собирать. Это одна монетка просто хлам. Так стой. Сочувствие животному. Успех. Сочувствие животному. Стой он свой же. Стой. Вы звери. 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 Я-ху! Тебе не победить. Почувствуй силу моей ярости. Почувствуй силу моей ярости. было бы чувствовать там. Хватит бить Томми моего. Почувствуй силу моей ярости. что-то не чувствуется чувак честно слово. Деньги. Деньги. что-то да. Ну давайте вот на этом закончим и продолжим в следующей серии. Ну что ж, всем хорошее настроение. Кажется, мы найдем скоро друида. Это хорошо. И зоопарков разбираемся. Да, если я не забуду. Еще что-то было? Что-то надо найти, но мы сейчас тут разберемся и придем туда. Там нужно было кого-то выкурить. И кого-то напугать. Ладно, совсем разберемся. Ну что ж, всем хорошее настроение. Всем до следующей серии. Всем пока.